Доброго вечера. Андрей с Колей насобирали грибы, а маме приходится вечером их чистить. Вот, мы собирали папирезные, маслята, белые грибы, пару штук. Я их сейчас хорошо почищу. Завтра сварю суп грибной, а остальное заморожу вазимом. Не знаю, поедут ли они еще на грибы, поедут ли еще грибы, если обещает заморозки и снег. Ну, вот это то, что есть, я и пожарю свою супчика и заморожу в холодильнике. У нас же два холодильника, то и холодильника забиты уже всяким. Еще, если что, можем еще. Может еще найти место, как говорится. Щенка забрали Вилечку, долечка его ищет. Что-то она неспокойно себя ведет. Толь, что случилось, долечка? Надо будет сейчас еще что-то дать покушать. Сейчас она корму совсем не хочет. Ну, что сказать, долечка, еще четверо есть. Да. Грибы так пахнут. Это под березами пахнут. Там еще все белые есть внизу. Много они насобирали, чуть-чуть насобирали. Даже местные говорят, что слабо. Под березами кичин, когда их варши, они какие-то темные становятся, да? Да, когда почистишь их. Да, когда почистишь, они тоже такие. Их сушить хорошо. Сушить хорошо. Ну, все равно. Я ем, но больше всех все-таки мне нравится белый гриб. Ну, белый гриб всегда хороший. Да. Их же тоже часто есть. Нельзя. Где-нибудь раз в месяц. Не знаю, люди собирали зонтики. Такой гриб, как поганка, зонтик. Я никогда не собирал. Я даже не знаю. Здесь очень разные грибы. Мы такие даже никогда и не брали. Может, для каждой местности свои грибочки. Грибочки. Ну, на западной, другие грибы. Ну, да. Я, например, маслята, я никогда не брал. А ты смотрел, что там снег, говорит, выпал? Я видел. Это сейчас период грибов таких осенних. Штапочка. Вот так. Красивая шапочка, да? Смотри. Бесподобно. И хорошие, большие вот эти малоненькие, классные козарики. Посмотри, какой классный. А молодые они, конечно, красивые. Это колено белого. Это такой большой, хороший. И сушить хорошо. Ну, у них все равно нет такого запаха белых грибов, да? А вот белый. Видишь? Только шляпка отлетела. И шляпка отлетела. Это был большой. Вот маленький такой. Видишь? Такой маленький был. Шляпка отлетела. Ну, почему? Ну, видишь, не знаю. Осенний у нас на западной, то осенний аж пахнут. Вот видишь, вот шляпка отлетела от этого белого. А Коля еще один нашел, такой большой белый. А я нашел два маленьких белых. Ну, вообще-то сейчас, сейчас еще период октябрь месяц на, как пипеньки называются по-русски, сыроежки? Опята. Опята. Ну, сейчас же период. Сыроежки это другие. Сейчас же, по идее, их не период. Ну, какой период. Начинаю, когда первый приморозок, то начинается опята. Я здесь не видела. Я спрашивала, говорят, что есть. Не видела даже ни разу, чтобы продавать. Ну, я не знаю, я не видел тоже. Опята. Они растут, большинство, где леса. Сейчас, сейчас, секунду. Какая сейчас цена на грибы, да? В интернет зайди, посмотришь, сколько они стоят. Хочешь узнать цену, в интернет заходишь или знаешь? Они червивые, нет? Наверное, червивые. Что-то я так смотрю. Белый гриб, да? Вот они, запах такой приятный. Опята хорошие. Опята сразу можно сколько их найти. Як найдешь на какой-то сруб такой большой, то можно найти его. Ого, знаешь, сколько. Здесь, я не знаю, ли опята растут. В Грузии есть здесь лисички. Ну, самые местные говорят, что слабовато дождик падал. Надо было, чтобы хотя бы за два дня такой проливной дождь пошел. Потому что оно сверху мокрое, а снизу сухое. Красиво, смотрите, когда. Ну, это под березой. Они же красные есть и черные. Ну, того раза ты тоже большого белого гриба хорошего пошла. Ну, я сделала с него зажарочку. Для картошки скушали. Коли понравилось. Коляне самое больше маслят насобирал. Я что-то не сильно. Людей сильно много. Сегодня же праздник. Ну, как приехали. Машин полно. Собираем. Ну, а люди собирали, отдыхали, собирали. Вот я не помню маслят. Ну, совсем не помню, чтобы мы собирали маслята там. Ну, у нас тоже маслята есть. Да? Ну, я не помню, чтобы их кто-то собирал. Ну, что, берут люди. Но я лично не собирал маслят. Я только сыроежки собирал. Белый гриб. Под березовый. Опята. Ну, собирают и грузди. Все собирают. Кому какой гриб нравится. Это не собирать зонтики. Я зонтики никогда не собирал. Зонтик такой, как поганка. Так сделаю зонтиком. Они говорят, что он, типа, как относится, как к белому грибу. Что, типа, он такой вкусный, как белый гриб. Ну, я никогда их не собирал. Я в лесу ходил и их сбивал. Это не раз такие зонтики. У нас там такие большие папары, как уросли. Я никогда их не собирал. Ну, что надо знать. Так можно что-то отравиться. В зависимости, как его готовят. Какой температуре. Сколько минут. Какая температура. Воду бросаешь. Нет, но есть же грибы, которые нельзя больше. А пусть ты можешь температуру грибы давать. Воду кипятить. Просто, когда грибы варишь, бросаешь одну луковицу. И видишь, когда луковица посинела. Значит, там есть поганка. Ну, я бы никогда такое не готовил. Ну, люди знают и готовят. Я, например, когда сомневаюсь в грибе, то я не буду его брать. Если гриб на хороший, то я беру, если его знаю. Если его не знаю, сомневаюсь, я его никогда не возьму. Даже будут рассказывать, что он хороший, но я брать не буду. Я раньше тоже не понимал. Мне уже ребята научили. Он тоже был. Собирал на западной. Сколько поганок наберу. Пацаны перебирают. Он уже потихоньку научился. А ты собирала на Кавказе? Нет. В чьем лучшее тема собирали. С морочки. И все. На Кавказе я не собирала грибы. Не помню. Как таково мы даже в Мурской области жили. Я даже не понимала. Клешка прятал домой. Даже не знал, что это имя дело. В Мурской области много грибов было. В тайге особенно. Там, где мох. Но слишком было трудно их собирать. Руку пхаешь туда, где мог. А комаров, мушкары полно было. Крыбы меня научили собирать тоже. В диспансере работали женщины. Ими научили различать уже. Какие глыбы. Какие сыроежки. Какие белые, красные, казарики. Это все благодаря им. Спасибо большое. Они меня научили очень много. В диспансере у нас был очень хороший коллектив. И они. Очень много отсутствуют. Вот эти глыбы мне нравились. Как они закрывали. Приносили. Всегда не закроют. И приносят и пробуют. Я у них научилась. Пашкеты научилась делать. Именно с этих. Сыроежки. Не сыроежков. Пиппеньки. А по-другому по-русски. Все время. Пытожить. Даже Светланка. Почистит грибочки. Делать зажарочку со сметанкой. Я еще купил ведро красной картошки. Не знаю. Она говорила, что сильно хорошая картошка. Говорила, что не черная, а нормальная картошка. Увидел. И орешки еще купил. Вот еще орешки купил Светланке. 2 килограмма. Поставим, чтобы они просушились. А зимой как раз будет хорошо. Что-то будешь печь, то будешь добавлять. А Вилька тоже любит эти орешки щелкать. Кутю будем делать. Ее делают на резву. На Новый год не делают кутю. На резву ешь. Орешки, мак, изюм, халва. Пшеница. Светланка умеет вкусно это делать. И тогда на Рождество это кушает. Как раз приготовил. Жалко, что мало насобирали. Как бы еще бы насушить. Ну не знаю. Один местный говорил, что он 30 декабря ездил грибы собирать. Надо получить тепло, поэтому. Позапрошлый год. В прошлом году тут так не было таких морозов. Он говорит, что они 30 ездили, собирали. Ну на субботу и воскресенье дождь передают. То есть если два дня пойдет хорошо. Чтобы только морозов сильных не было. То грибы должны пойти. А если за два дня, чтобы такой проливной дождь пошел, то будет прекрасно. И так, не знаю, оно сверху примочило. И туманы, конечно. Если туманы есть. То дает осадок. Тоже земля набирается влажности. Грибы тоже хорошо растут. Машки маленькие, маслят. Да, они маленькие. Но там народу сколько много было, что грибы, наверное, не успевали вылазить. Посмотри, какой белый гриб. Смотри, два. Какие красивые, маленькие. Два беленьких. Смотри. Белая, конечно, самая лучшая. Ну, оно интересно самому насобираешь. Понятно, что можешь и купить грибы. А самому интереснее. Так же самое и рыбу. Ловишь и грибы. Мой какой красивый. Масленок, правда? А ты знаешь, как тяжело их собирать, эти маслят? Они прямо мохи. А сверху листья падают. И на шляпку падает писточек. И ты не можешь. Так идешь бугорок. Палочка раз, листок убираешь, маслят. Ну, надо их... Трудновато. Большие этого можешь увидеть, а маленькие тут сложно. Так что завтра что будем кушать? Завтра я сварю суп грибной. Суп будешь варить грибной? Да, сварю кузяной суп. Остальное все за наружу. Ну, хорошо. Завтра будем кушать супчик грибной. Так, Светланка? Угу. Мне нравится суп грибной, зажарка сметаны и много чесноков. Чтобы пах грибами. И делаем молоток. Очень много грибов, чтобы запах был. Так что завтра будем супчик кушать. Как раз Коляня приедет со сметаной. Будет вкусно. Остальное Светлану заморожат на зиму. Угу. Конечно, если много было, то можно было бы насушить и трехлитровые банки положить. На зиму было бы классно. Сушеные еще лучше, правда. Я не знаю, как эти грибы сушат сушеные, но мороженое не вкусно. Это любой гриб сушеный вкусный. Ну, почему? Эти маслята ты же не ел сушеные? Ел, почему не ел? А когда ты их ел? Я ел. Нет. Ну, а западная тоже сушит маслята. Я не ела. Я не могу сказать. Зачем я буду рад. Так, все еще посмотрим. Будет дожди хорошие, то мы, наверное, еще с Коляней еще раз поедем. И ты поедешь же с нами, не? Ты тоже хорошо собираешь. Мы тогда ничего не нашли, а ты белого гриба нашла. Так что скоро Светланка с нами поедет и будет тоже грибы собирать. Зубы тузиков скоро всех позабирают. А то там писали, никто не хочет брать. Их уже давно были заказали, уже давно мы знали, что их разберут. Камал звонил сегодня, 28-го приедет, заберет. Это все или всех заберут? А у 17-го забирают бусинку. И еще надо позвонить Харьковой. Тебе, до какого числа она приезжает женщина? А что ли, который стал профессионалом? Продолжение следует...